О взаимоотношении государств мы говорим, что Китай и Штаты должны рука об руку двигаться вперед. Об этом заявил Генри Киссинджер. Судя по всему, Киссинджер призывает Штаты к дружбе с Китаем. А вот какова реальная судьба дальнейших американо-китайских отношений? Жэмин Джибао, основная газета Китая, официальная газета Китая, постоянно приводит высказывания Генри Киссинджера, всем нам известного. Это неудивительно, поскольку Генри Киссинджер написал одну из самых известных в мире книг о Китае, о внешней политике Китая. В частности, недавно он выступал на Дом из форумов, и Жэмин Джибао приводит следующую цитату, что в своем выступлении он также коснулся строительства пояса и пути, так называемого шелкового пути. По его словам, Китай стремится к сотрудничеству со Средней Азией и Европой, что тем самым содействует перемещению мирового центра из Атлантики в Тихий океан. Действительно, в Китае была разработана в 2013 году серьезная концепция экономического развития страны, направленная на фактически внешнеполитическую такую сторону. То есть, путь один пояс один путь, он предполагает возобновление шелкового пути, которое существовало в глубокой древности. Не исключено, что и Украина может присоединиться к этому шелковому пути, но пока пытки эти не увенчались успехом. Хочу напомнить, что в мае 2017 года вице-премьер-министр Степан Кубев ездил в Пекин, но ему не удалось подписать соглашение о, возможно, каком-то присоединении Украины к этому поясу. Существует формат 16 плюс 1, это формат, в котором Китай осуществляет финансирование многочисленных проектов, инвестиционных проектов в странах страны и в Восточной Европе. Пока тоже мы не присоединились к этому проекту. Поэтому все зависит от Украины. Сможет ли руководство Украины заинтересовать китайцев в том, чтобы они активно вкладывали свои деньги в украинскую экономику. Для этого все предпосылки и потенциалы есть. Главное желание. Очень надеемся и будем следить за дальнейшим развитием событий. Спасибо огромное, Андрей, говорим Бузарову, политологу-международнику, за проделанную работу сегодня.